Евгения Кравчук, народный депутат Украины, председатель Комитета культуры, науки, образования и медиа Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Евгения, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы как раз были инициатором этого бойкота. Объясните, почему это важно, отказаться от участия на одной площадке с россиянами именно в формате Парламентской Ассамблеи ОБСЕ? Ну, я скажу, что абсолютно все партии поддержали, которые входят в нашу делегацию, поддержали этот бойкот. И теперь мы видим, что это было правильное решение, потому что фактически нам удалось вот по графику встреч, которые будут на нашей территории, ну, мы фактически организовали параллельное заседание Ассамблеи. И более 20 двухсторонних встреч у нас будет, и такое совещание вместе с союзниками, которые созывают Соединенные Штаты. То есть, ну, Ассамблея понимает, что это проблема. Если реформы не будет, то, ну, это просто тупик в деятельности всей организации. Ну, вот, в частности, мы говорим о ее парламентской части. Ну, что уже удалось из-за этого, ну, поднятия этого шума, да, что удалось? То есть, действительно, россияне, они приедут, да, русские, русская делегация, российская делегация будет, но в значительно меньшем количестве. То есть, все-таки количество виз, которые выдали по факту делегации, в разы меньше, чем это анонсировалось. И более того, это на очень ограниченный срок. То есть, это буквально несколько дней, и это только для участия в официальных мероприятиях. Но, по нашему мнению, это в любом случае, там, независимо, это несколько делегатов, или вся делегация прилетает, это, ну, недопустимо. Да, в этот раз даже вместо проведения ОБСЕ, парламентской ассамблеи, не допустят, например, российских пропагандистов. То есть, они не будут там делать из этого всего декорацию, но все равно будет какая-то прямая трансляция. И мы понимаем, что это может быть использовано России для какой-то пропаганды внутри страны. И мы вместе с союзниками готовим там план, ну, по сути, такой холодный душ для этих военных преступников, чтобы независимо будет, да, украинская делегация в зале или нет, но они получили достойный отпор. Но параллельно в эти дни наша основная задача – это все-таки найти этот путь по реформированию, по принятию изменений в статут организации парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы была возможность отстранить делегацию страны-агрессор. Евгения, хочу тогда в продолжение. Скажите, пожалуйста, в чем все-таки камень, ну, вот это вот, знаете, такого момента, который спотыкается сейчас и ОБСЕ? Я сейчас немножечко объясню. Нашла комментарий как раз главы ОБСЕ, которая в исключении России. Но я все-таки уточню, дипломатические каналы, цитирую, «С Россией еще пригодятся в будущем, их сохранение не означает согласие с позицией Москвы». Именно так заявила глава ОБСЕ Хельга Мария Шмидт. Я также напомню нашим зрителям, что в ОБСЕ входят сейчас 57 стран, в которых проживают 1,3 миллиарда человек, и с 2022-го Россия блокирует бюджет организации. Хотим тоже услышать ваше мнение, Евгения, в связи с чем все-таки, ну, вот и глава ОБСЕ выступает фактически против исключения Российской Федерации. Все-таки это вопрос и ответ один, точнее, это финансовая составляющая, либо же еще есть все-таки какие-то моменты, которые связаны с будущим, как говорит глава ОБСЕ, что дипломатические каналы должны быть сохранены. Ну, на самом деле, если быть откровенными, то будущее у этой организации есть только без России. Потому что любая международная организация, которая не выдержит испытаний этой войны России против Украины, у нее нет будущего, да, то есть после нашей победы, это, ну, будет большая перезагрузка этих международных организаций, которые не справились и с тем, ну, для чего они были созданы. Потому что как расшифровывается ОБСЕ? Организация с беспокой и спиробидностно в Европе. Какая безопасность и сотрудничество в Европе, пока, ну, Россия ведет себя так, как она ведет. Это, кстати, касается и ООН, ну, в частности, САБЕЗа ООН, где блокируется тоже решение одной страной, которая является агрессором. Это тест для международных организаций. И, конечно же, в таком формате они не смогут существовать. Если вот вспоминать, как эти все мониторинговые миссии вели себя, когда они еще просто, ну, официально были, то, ну, в группе пяти наблюдателей мог быть просто русский. И они там наблюдали за обстрелом. И один человек говорил, я не согласен. И вся миссия, да, вся эта там отчет, который они писали, они просто его не подавали. Поэтому и есть эти все анекдоты о том, что ОБСЕ там ничего не видит, и, ну, с закрытыми глазами. Поэтому нужно реально делать реформу международных организаций. Они все были созданы после Второй мировой войны, чтобы не допустить подобного конфликта. Это сейчас происходит на наших глазах. Значит, в таком состоянии, в таком виде эти организации не могут существовать. Но вы правы, да, дело в том числе у этих взносов, которые Россия, как бы там, по количеству населения, они там, ну, они достаточно большие, делает в международной организации. И сейчас даже, ну, другие страны, они ищут обходные пути, делают отдельные бюджеты, которые не затрагивают деньги от России для того, чтобы какие-то там проекты делать, в том числе и в Украине. Евгений, а теряет ли в этой связи ОБСЕ, ну, доверие? Потому что все-таки организация много чем занимается. Вот, например, в ближайшее время, через месяц, примерно в Казахстане будут парламентские выборы, и ОБСЕ посылает большую наблюдательную миссию. Стоит ли нам в целом организации перестать доверять и смотреть на нее уже как на гибридную, прилагающуюся к России организацию? Ну, скажем так, вот та часть, которая отвечает за наблюдение за выборами, она как раз самая, скажем так, порядочная. Потому что вспомните, когда были выборы в России, и было предложение со стороны Российской Федерации, что там пришлите, ну, давайте это будет там группа из пяти человек на один день. То есть понятно, что это не наблюдение, а просто какая-то показуха. ОБСЕ, это ОДИР, да, Краткая аббревиатура, вот это подразделение, они сказали, нет, в таком случае мы не будем делать вообще наблюдательную миссию на этих псевдовыборах, и действительно они этого не сделали. Поэтому, ну, вот, наверное, это единственная часть ОБСЕ, которая может устоять, это наблюдение за выборами. Все, ну, других каких-то полезных функций у нее не будет, если Россия будет дальше блокировать все процессы. Спасибо вам огромное, Евгения. Только давайте вот буквально на минуту. Скажите, какие еще организации, где Россия присутствует и пытается свои нарративы продвигать, нам еще нужно взять на карандаш, скажем так? Ну, конечно, это ООН и Совет Безопасности ООН, потому что там просто заблокированы любые решения. Вот Совет Безопасности создавал трибунал по Милошевичу, да, по форме Югославии, да, Югославии, да, и республикам, которые возникли. Но такой трибунал Совет Безопасности не может создать, потому что Россия, понятно, его заблокирует. Поэтому ООН тоже будет нуждаться в перезагрузке, и, ну, это понятно, и даже уже генсек об этом говорит. Благодарим вас, Евгения, за включение в уже довольно поздний час. Спасибо, да, за вашу работу и за ваши инициативы. Они всегда смелые и яркие. Я надеюсь, коллеги европейские парламентарии будут наших украинских поддерживать во всем. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, председатель комитета культуры, науки, образования и медиа, парламентская ассамблея Совета Европы.